Бизнесмен Махмуд Айсаров – любитель автомашин с большим объемом двигателя. Парень уже планировал выставить на продажу свою машину и купить джип. Но возможные налоговые изменения, которые инициировало правительство, заставили Махмуда притормозить с покупкой. У меня машина Honda CR-V. Я бы хотел ее продать и купить Toyota Land Cruiser Prado. Но поскольку, как говорят, повысится налог, я не могу позволить себе такую рожать. Глава Минфина Булат Жамишев налог на машины с объемом двигателя от 3 литров и выше окрестил как налог на роскошь. Специалист по налогам и брокер Геннадий Шостаков с этим категорически не согласен. У него в гараже тоже стоит свой внедорожник. И наличие такого авто брокер считает необходимостью, но никак не роскошью. У нас сложилось так, что это у нас далеко не роскошь. Потому что если говорить о премиум-классах машинах, то они в срезе, наверное, процентов 5-10 занимают, не больше. И для них нужно устанавливать налогообложение первое, как на именно роскошь. А наличие джипа при наших состояниях дорог, ну, в общем-то, это просто необходимость. Позицию Минфина не разделяет и Казпотребнадзор. Здесь предлагают ввести налог на роскошь для автолюбителей, как разовый платеж в размере 20% от стоимости машины, если его цена выше 70 тысяч долларов. А также ввести налог на личные яхты, самолеты, драгоценности, шикарную недвижимость. Если Казпотребнадзор знает, как взимать налоги, то у политика Миржана Касанова есть свой список. Оппозиционер знает точно, кто бы мог существенно и безболезненно для себя пополнить госбюджет. Посмотрите на средний слой чиновничества. Не будем касаться Алматы и Астаны. Посмотрите в областных центрах, у кого самые большие коттеджи, у кого самая крутая иномарка, чьи дети учатся в самых престижных вузах, кто ведет достаточно роскошный образ жизни и закатывает той, на которой можно содержать целые школы и детсады в течение года. Вот это и есть список. По словам отдельных экспертов, новые налоги просто необходимы, чтобы восполнить дефицит бюджета. Правда, за чей конкретно счет будет банкет, вопрос пока остается открытым. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok